Добрый день! Тему этого ролика подсказал интернет. На просторах паутины у меня встретились два утверждения, и оба в них показались похожи на истину. Первое утверждение. Из видеооткровение шиномонтажника. 900 тысяч просмотров, вы не поверите! Там автор, он же, видимо, и главный герой этого ролика, троллит горе шиномонтажников. Из передвижной шиномонтажной мастерской. Ролик так себе, но из этого ролика мне стало интересно одно высказывание, что балансировка на станке, который стоит в машине, это всё фикция. Машина может встать так, может встать так, может изменить угол. Поэтому станок меняет угол вместе с ней, хотя должен стоять строго горизонтально. Инструкция для балансировочного станка и принцип работы самого станка в принципе нам говорит о том же самом. Станок должен стоять горизонтально. Ось должна быть горизонтально, колеса. Само колесо должно висеть вертикально. Всё вроде бы правильно, всё вроде бы и так. И автор этого ролика нам ни в чём не приврал. Но мне кажется, что это очередной миф из области звучит правдоподобно, поэтому является правдой. Именно это и хочется проверить. Выставим станок в горизонтальной плоскости. Ось будет стоять горизонтально. Отбалансируем колесо, чтобы дисбаланс был равен нулю. Потом изменим угол наклона станка и проверим, собьётся ли балансировка от этого. Если не собьётся, значит в принципе, что колесо отбалансировано на станке горизонтально, что на станке чуть-чуть с уклоном, который стоит, допустим, в машине, ну, в итоге мы имеем одно и то же, значит. И всё-таки это высказывание является мифом. Хотя там есть одна ещё интересная особенность, про которую я скажу позже. Так, станок стоит горизонтально. Пробуем балансировку. Имеем пять по внутренней дорожке и ноль по внешней. Сейчас мы попробуем сымитировать изменение наклона машины и проверим, к чему это приведёт. Вот, даже на видео видно, что станок стоит очень криво. Так, повторный заезд. В идее сейчас должно быть ужас, чем... Опс! Имеем те же пять по внутренней дорожке и ноль по внешней. Можно считать. Для начала миф развенчан. Контрольный заезд. Пять на ноль. Всё отлично. Так, это другой режим станка. Вообще показывает по нулям. Попробуем ещё разочек. Бавим станок. Пробуем. Ничего не изменилось, абсолютно. Снова горизонтально. Пробуем. Вот это подстава. Похоже, нас обмануть пытались. Итак, обещал я сказать про особенность балансировки в машине. И про то, почему я согласен с автором в том, что балансировка в передвижночном монтажке – это всё ерунда. Автор говорит, того ролика автор говорит, что балансировка в передвижночном монтажке – ерунда, потому что машина стоит то ровно, то криво, и из-за этого меняются параметры балансировки, и балансировка, грубо говоря, уходит. Я не согласен с этим. Вы видели, мы прокрутили колесо несколько раз, балансировка не уходит. А почему же я тогда согласен? А вот согласен я потому, что чувствительный элемент в этом станке достаточно чувствительный, так извините за тавтологию. Если вы подумаете над тем, как эта шиномонтажка сможет добраться до вас, вы поймёте, про что я говорю. Смысл в том, что на кочках станок прыгает вместе с кузовом машины. В кузове там довольно некомфортные условия, сами понимаете как. И всё это трясётся. Элемент, который анализирует вибрацию, выходит из строя, и станок будет в итоге показывать то одну вибрацию, то другую. В общем, выйдет из строя, грубо говоря. Но вы об этом не узнаете, вам покажут нули, хорошая балансировка, всё, давай, до свидания. И второе, почему усложняется балансировка в машине. Как мы посмотрели, груз показывал всё время один и тот же. 5 грамм. Ну, в одном режиме. На самом деле, в теории, колесо, когда стоит ровно, станок рассчитывает груза с внутренней стороны и с внешней стороны. Когда колесо стоит криво, станок будет считать немножко неправильно. У него ось колеса не будет совпадать с фактической осью колеса. Поэтому он может показать, заместо дисбаланса, допустим, 10 грамм, он может показать 15 или 2. Ну и сразу перейдём ко второму мифу. Второй миф, это из сайта о шиномонтаже, о том, что конус, которым пользуются шиномонтажники в большинстве, вот, допустим, вот такой, недостаточно точно центрует колесо. Колесо может сесть ровно, ось будет совпадать с осью станка, может сесть немножко криво. Из-за этого балансировка уйдёт, станок покажет вам нули, на самом деле будет дисбаланс. Они на этом сайте, так скажем, продвигают очень хорошо специальные центральные, не конусы, а проставки, которые имитируют ступицу колеса, ступицу машины. Эта ступица в теории более точно центрует колесо и повторяемость результатов при балансировке, то есть мы взяли вот так, отбалансировали, потом провернули колесо относительно конуса, ну, там проставка. Проверили снова. Повторяемость результатов у них как будто бы близка к 100%. Повторяемость на конусах, они говорят, что близка к 30%. То есть 7 тестов из 10 с одним и тем же колесом на одном и том же станке приводят к появлению дисбаланса. То есть, если, грубо говоря, если вы отбалансировали колесо по нулям полностью, берете, ослабляете, проворачиваете относительно конуса, повторяете тест и у вас появляется дисбаланс. Проворачиваете снова, сажаете и опять у вас совершенно другие цифры. И цифра такая у них 7 из 10 тестов не подтверждается. Забегая вперед скажу, я проверил примерно так. На новых конусах это неправда. Новые конусы где-то подтверждаемость 7 из 10. Но 3 как бы теста из 10 немножко уходит балансировка. Но не так сильно. Это зависит сильно очень от центрального отверстия в колесе. Его надо почистить, посмотреть, чтобы оно было четкое. Геометрия была ровная. И как бы если есть подозрение, надо проверять. Проверять сначала допустим внешним конусом, потом внутренним. Ну как бы на моих дисках, которым уже 10 лет, подтверждаемость я уже сказал 7 из 10. Сейчас мы можем быстренько это проверить. Делаем отметки. Здесь и на конусе. И прогоняем разочек станок. Ну все те же цифры. 5, 0. Так. Теперь. Теперь меняем конуса. Конус с этими местами. Вот метка на конусе. Вот первая метка. Ставим по второй метке. Так. Вот метка. Вот циферка 2 здесь. Все. Повторяем. Тест. Смотрим, что получится. Оп. Вот про что я говорил. В общем, сейчас у нас фактически тесты не подтвердились, грубо говоря. У нас было по внутренней дорожке 5, по внешней 0. Теперь местами они поменялись, потому что мы конус провернули. Ну, грубо говоря, центровка чуть-чуть сбилась. Но на самом деле, как бы, грубо говоря, для этого станка 5 грамм это, ну, очень нормально. У него это близко к чувствительности. Хоть и написано, что он чувствует 1 грамм. На самом деле я пробовал. Чувствительность у него близка к 5 граммам. То есть, мы сейчас балансируем на грани погрешности. Попробуем еще разочек провернуть. Третьей метки нет. Ну, выставим так наугад просто. Кто хочет посмотреть. Вот. Метка. Обратно вернули к первой метке. Ну, так получилось. Просто я крутнул около первой метки. Вот. Что мы имеем. В итоге по нулям. Ну, как я говорил, это плюс-минус точность. Измерений. Давайте еще просто так для теста еще разок меняем. Сейчас я поставлю совсем какое-то место конусу. Погнали. Так. Вот. Новое место. Вернулись 5.0. Этот же конус, но только внутри. Так. Смотрим, что получится. 10.5. На внутреннем конусе. Пробуем. 5.10. Опять в пределах допуска. Пятерочка туда-сюда скачет. Интересно только, почему. На одном конусе одно показывает, на другом другое. Прошу прощения. Вот, кстати, то, о чем я говорил. Вот это место для внутреннего конуса оказалось немножко грязным. Сейчас мы почистим, поменяем конус и посмотрим, что будет здесь с балансом. Почистил центральное отверстие. Снова внутренний конус. Проверяем. Получилось изумительно. Те же 5.10. В общем, погрешность у этого стенда 5 грамм это точно. А погрешность у измерения еще плюс 5 граммов. Ну, в общем, практически все на сегодня. Произвели мы два, грубо говоря, разных теста. Первый тест на то, что влияет угол наклона шиномонтажки на результаты показаний или нет. В итоге получилось, что не влияет. Дальше второй тест. Мы попробовали конусы в разных положениях относительно колеса. Оказалось, что все-таки небольшое влияние есть. Даже на новых конусах, в принципе, если мы меняем передний конус на задний, либо же проворачиваем, чуть-чуть показания меняются. Как сильно они будут меняться, зависит от того, насколько чистые конуса, зависит от того, насколько правильная геометрия у самого колеса. В принципе, вот в данном случае плюс-минус 5 грамм сильные роли не играют. Конечно, хотелось бы иметь все по нулям, но, как я уже говорил, точность измерения у этого стенда фактически около 5 грамм. Поэтому мы находимся где-то около границы чувствительности. Ну и сильно эти показания на ощущения не повлияют. Кто-то может сказать, что ну нехорошо это 10 грамм разница. Ну а как вы думаете, вы выйдете, сейчас сделаете колеса, выйдите на дорогу. Там вам попадет грязь на колеса, камушки застрянут в протекторе. Вот эти же 10 грамм у вас и выйдут. Куда выйдут, неизвестно. Поэтому чистолюбие чистолюбим, а российские реалии отбрасывать не стоит. В принципе, балансировки на конусах вполне достаточно. Но опять же, не забывайте чистоту и геометрию. Любая грязь, попавшая под конус, изменит вам результаты. Ну вы видели, как чуть-чуть попала грязь, и сразу ушли 10 грамм. В общем, имейте ввиду. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok